Если вам вдруг захочется чего-то необычного, а руки так и чешутся навалить по ядрам, прямо сейчас за 5000 рублей можно купить вот такой потоконарезатель. Чудо инженерной мысли, из эпохи, когда 4 ядра хватало всем. Эти камни делали специально для энтузиастов. 4 канала памяти, 12 ядер и огромный серверный сокет. А вот без этой оранжевой штуки его туда даже не поставить. Привычные нам процессоры кажутся рядом с ним детишками. 7 лет назад эта мощь стоила 800 долларов. Сегодня посмотрим на что способно первое поколение Threadripper в 2024 году. Есть ли разница между пупой и лупой, она же Numa и Uma, она же двухканальный и четырехканальный режим работы памяти. Есть ли смысл задешево покупать старые Threadripper под игры и рабочие задачи. На связи МК спустя столько лет познаем всю мощь первого Зена. Поехали. Современные многоядерные процессоры являются основой для новых технологий. Например, компьютерное зрение. Эта область использует вычислительную мощь для анализа и интерпретации визуальной информации, что находит применение в автономных автомобилях, медицинской диагностике, торговле и многом другом. Компьютер Vision обещает стать одним из самых востребованных направлений в ближайшем будущем, а значит инженеров в этой области будет не хватать. Они нужны в промышленности, медицине, торговле, а также в сфере видеонаблюдения и безопасности. Поэтому получают в среднем 224 тысячи рублей в месяц. Стать таким специалистом можно на онлайн магистратуре «Компьютерное зрение и нейронные сети» от Первого университета Сибири ТГУ и школы Skill Factory. Это полноценная очная магистратура, но что важно сейчас в онлайн формате. Обучение хоть удаленное, но по полной программе, с дипломом гособразца и сохранением всех студенческих льгот, включая отсрочку от армии. А еще с господдержкой. С ней стоимость обучения от 240 рублей в месяц. Для поступления важно иметь любое высшее образование. Обучение начнется с АЗОВ. Освоите принципы обработки изображений, плавно двигаясь к сложным задачам, которые будете решать с помощью библиотеки OpenCV и нейросетей. Потом работа с трехмерными моделями. Во время обучения сможете выбрать специализацию, в каком направлении углублять свои знания и развивать навыки. Дополненная реальность, генеративный дизайн, робототехника. Вы будете решать реальные кейсы от индустриального партнера программы компании Rubius. Разработчика в том числе и систем компьютерного зрения и машинного обучения. Набор студентов уже идет. Успейте подать документы на магистратуру до 2 сентября и получить доступ к бесплатным подготовительным курсам и мероприятиям от ТГУ, которые помогут пройти вступительные испытания. Переходите по ссылочке в описании или сканируйте QR-код на экране. Удачи! Для начала давайте разберемся, что это вообще за линейка. Наведя шороху с восьмиядерными Ryzen для массовой аудитории, в AMD задумались, как угодить энтузиастам при деньгах. У Intel в конце десятых между пользовательскими Core и серверными Xeon были так называемые high-end процессоры Skylake X. Решение для супермощных ПК. В наличии у красных были серверные эпики на 32 ядра. Для работяг это дорого, горячо и для 2017 года многовато. Лучшие Skylake X имели только 18 кокосов. И спасибо чиплетной архитектуре. Про чиплеты мы уже снимали ролик, кому интересно, потом гляньте. Можно взять серверные эпики с четырьмя кристаллами по 8 ядер Xen в каждом и заменить два из них фальшивками. Так родилась линейка Threadripper'ов, у которых по два рабочих чипа и суммарно до 16 ядер. Такой подход позволил существенно снизить стоимость процессоров. При этом сохранялся важный для high-end сегмента четырех канал для памяти. Если монолитные 18-ядерные Core i9 стоили немыслимые 2 килобакса, то 16-ядерный чиплетный Threadripper можно было купить вдвое дешевле. Конечно, сейчас 16 ядрами уже никого не удивишь. Старые потоконарезатели сильно просели в цене. Флагманский 1950X можно найти за пятнашку. Но гораздо интереснее купить 12-ядерный 1920X, который продают дешевле 5000 рублей. Даже в ДНС этот камень продается за копейки, особенно если сравнивать с моделями пятого и тем более седьмого поколения. Да, там другой сокет, но топовый камень на 96 ядер будет стоить больше миллиона. А вот за пятерку выглядит интересно. Но, как обычно, есть нюанс. Китайских досок под чипсет X399 нет. А бренды в хай-энд-десктопах всегда стоили дорого. Здесь даже самые простые платы щеголяют десяткам фаз питания, мощными тяжелыми радиаторами и трио металлизированных PCI с кучей слотов под память и NVMe. Поэтому ценник за такие решения до сих пор не менее 15 тысяч рублей. Именно за эти деньги я успел урвать на Алике Асрок X399 Phantom Gaming. Спустя месяц найти за такой же прайс плату я уже не смог. Так что, если появится желание собрать хай-энд на первом Зене, придется идти на Авито. У меня это первый сокет TR4, поэтому было в диковинку выкручивать крышки строго по цифрам и искать аж T20 Torx. Вставляется процессор тоже необычно. Той самой оранжевой крышкой нужно попасть в салазки. Без нее воткнуть камень не получится. И, кстати, да, тут именно LGA сокет с ножками. И это за 6 лет до выхода AM5, пока работяги выдирали процессоры вместе с радиатором. Кроме дороговизны плат, палки в колеса вставляет чиплетная структура. Threadripper это настоящая матрешка. Внутри 1920X два рабочих кристалла. В каждом из них есть по два вычислительных CCX блока, в которых активны по 3 ядра и 8 мегабайт кэша третьего уровня. Итого получаем 4 кластера суммарно на 12 ядер и 32 мегабайта кэша. Ну а бонусом огромные межядерные задержки. Если в рамках одного CCX блока кокосы общаются быстро, то вот задержка доступа в соседней и в том же кристалле сравнима с временем обращения к ОЗУ. А уж в соседний кристалл лучше вообще не лезть. Быстрее кидаться данными через оперативку, что негативно сказывается на многоядерной производительности. Четырехканальный режим работы памяти тут тоже со звездочкой. Теоретически у нас первый Зен, а значит ОЗУ должна погнаться чуть выше 3 ГГц. Так и оказалось. На четырех планках по 8 гигабайт удалось выжать 3 200 МГц на 16 таймингах. Каждый из двух чиплетов имеет по два канала, поэтому мы получаем два возможных режима работы. По умолчанию плата использует всю подсистему памяти, как равноправный массив UMA. В таком случае каждое ядро имеет доступ ко всем четырем каналам памяти и получает максимально возможную пропускную способность около 75 ГБ в секунду на чтение и 90 ГБ в секунду на запись. Это уровень базовый DDR5. Но раз доступ к соседнему кристаллу и его каналам ОЗУ медленный, задержка оказывается за 90 нс, как с самой дешевой двухканальной DDR4. В теории такой режим хорош для тяжелых рабочих задач. На задержку доступа им плевать, а вот широкий канал к быстрой памяти должен здорово ускорить расчеты. Но в AMD понимали, что вот такие процессоры будут использовать и для игр тоже, которым долгий доступ к ОЗУ — это приговор. Поэтому в глубинах BIOS можно найти опцию чередования памяти и выбрать режим работы канал, он же NUMA. В таком случае каждое ядро ограничивается двухканальным контроллером ОЗУ своего кристалла, что в теории должно ощутимо снизить задержку доступа, но при этом больно ударить по скорости работы памяти. Тест AIDA64 действительно показывает снижение задержки на четверть, до 70 нс, но при этом ощутимо выросли скорости чтения и копирования, что противоречит теории. Разгадка в том, что тест грузит все доступные ядра, поэтому мы получаем режим работы 2 плюс 2 канала. Реальная скорость для каждого кокоса будет ровно вдвое ниже — около 40 гигабайт в секунду, что и должно быть для двухканала DDR4-3200. Какой из режимов работы памяти лучше, узнаем после тестов. Проверять возможности такого чипа в стоке я вообще не вижу смысла. Платформа X399 делалась специально под разгон. Здесь все платы имеют жирные питальники и легко справляются с повышенной нагрузкой, а их биосы получили отдельную вкладку с опциями оверклокинга. Но чтобы гнать 12-ядерный чип, нужна хорошая система охлаждения. Даже в стоке TDP Threadripper внушительные 180 Вт, а при частоте в 4 ГГц и напряжении 1,325 Вольт потребление в Sine доходит до 230 Вольт. К тому же далеко не все гражданские кулеры и водянки нормально поддерживают огромный серверный сокет TR4. Поэтому не спешите, как я, выдавливать на крышку весь тюбик термопасты, пятно контакта будет только в центре. Заодно AMD традиционно устроила путаницу в температурах. Главный термодатчик TCTL в случае с Threadripper'ами завышает ее аж на 27 градусов. Так что если увидите, как я, 110 градусов, не пугайтесь. Это ошибка в показаниях. Лучше смотреть на параметр TD. Он как раз показывает честный нагрев кристаллов. Ну и вишенкой на торте AMD считает максимальной рабочей температурой потока нарезателей всего 68 градусов. Хотя для обычных Ryzen с ровно такими же кристаллами лимит на 30 градусов выше. В любом случае стоит запастись хорошим охладом. У меня дешевая двухсекционка от Deepcool'а смогла отвести 230 Ватт при температуре чуть ниже 75 градусов без троттлинга и проблем со стабильностью. А вот четырехтрубочный суперкуллер от ID Cooling сдается после пяти минут нагрузки в сайне. Температура уходит за 80 градусов и система повисает. При этом зона VRM-уплаты прохлаждается. Спасибо массивным радиаторам с теплотрубкой. Нагрев не превышает смешные 65 градусов. Приятно работать за системой, которая рассчитана на долгую нагрузку. Итоговый тестовый стенд. 12-ядерный 1920X на частоте в 4 ГГц, 32 ГБ DDR4-3200 в 4-х канале и RTX 3080 Ti. Все игры и Windows 10 стоят на быстром NVMe SSD. Запитывать такую мощную систему будем блоком питания XPG CyberCore 2 на 1 кВт. Да, это больше чем нужно, но это тот случай, когда мощность лишней не бывает. Только процессору нужно 2 8-пин питания. Комплект из Threadripper и платы на X399 мне обошелся в 20 тысяч рублей. За эти же деньги можно взять нормальный народный 6-ядерный Ryzen 5 7500F вместе с простой доской на B650. Сборка с двумя 14-ядерными Xeon 2680 V4 на фирменной плате Lenovo, которую мы не так давно тестировали, стоит тоже около 20-ки. Так что круг интереса выявлен, поехали тестировать. Начнем с CPU-Z. Во встроенном тесте Threadripper выбивает порядка 7400 баллов. Это сравнимо с 8-ядерным Ryzen 7700X и на 20% больше, чем у народного 7500F. Пара Xeon впереди на 60%, благодаря 28-ядрам. Зато они на четверть проигрывают в однопоток, но все равно 450 баллов маловато. Современные чипы на Zen 4 быстрее процентов на 60. Разницы между двух и четырех каналом нет. Тест полностью опирается на кэш, поэтому влияние ОЗУ незаметно. В тестах Cinebench'а ситуация аналогичная. Рендеринг изображений хорошо параллелится и предсказывается, поэтому работа контроллера памяти ни на что не влияет. Зато новая архитектура берет свое. Старый 12-ядерник оказывается на одном уровне с 6-ядерным Ryzen 7500F, выбивая порядка 15 тысяч баллов. По однопотоку снова печаль. Чипы Ryzen 3000 быстрее на 20%. Ryzen 5000 впереди уже на 40%, а Ryzen 7000 уходит в отрыв с бустом в 70%. Хорошо заметен толк от разгона. Разжатый Threadripper 1920X на 4 ГГц смог обогнать зажатого в 180 Вт старшего 16-ядерного 1950X. Xeon снова впереди. 56 потоков Бродвелла в полтора раза быстрее 24 потоков первого Зена. Но у интеловских серверников традиционно страдает однопоток. Threadripper на треть быстрее. Blender тоже показал, что для рендеринга картинок не нужна быстрая оперативка. В любом режиме работы контроллера памяти 12-ядерник способен отрисовать сцену средневековой гавани за 15 минут. Если что, это в полтора раза медленнее простой GTX 1650 Super, который при этом и потребляет в два раза меньше. Так что хотите обрабатывать графику? Вам нужна видеокарта. Тест архивации 7-Zip отдал предпочтение честному 4-каналу. Обработка больших массивов данных требует быстрой памяти. Поэтому задержка уходит на второй план. В итоге разница между режимами работы контроллера ОЗУ доходит до 15%. В любом случае, 12-ядерный потоконаризатель находится на уровне 6-ядерного Ryzen 7500F. Вот он прогресс ряженок за 7 лет. Против пары Xeon у Reaper опять нет шансов. Они на 40% быстрее. Geekbench у 4-канал тоже по душе. Полный режим работы памяти может ускорить процессор почти на 20%. В любом случае, тест явно не любит старичков. 7500F уходит в отрыв минимум на 50% по многопотоку и вдвое по однопотоку. При этом десктопный камень потребляет вдвое меньше энергии. Добавим в наши тесты CPU Mark. Разгон до 4 ГГц прибавил потоконаризателю порядка 10% производительности. А вот переключение в двухканальный режим ОЗУ отнимет около 5%. В среднем результат снова околонародного Ryzen 7500F. В завершении синтетики пробежимся по тестам AIDA64. Целочислительные тесты CPU слишком легки для современных процессоров, поэтому здесь 12-ядерный старичок легко добирается до уровня i9-12900K и Ryzen 7 950X. Отставание от пары Xeon колеблется от 20 до 50%. В тесте шифрования Threadripper чуть впереди благодаря более новой архитектуре. FPU-тесты и Raytracing интересней. Они умеют использовать современные векторные инструкции AVX и FMI. И здесь у 12-ядерного Reaper шансов нет. Он временами медленнее Xeon вдвое. Зато 1920-й отыгрался в премьере. Рендеринг тестового 3-минутного 4К-ролика с лысым помощником на красном 12-ядернике шел в полтора раза быстрее, чем на двух старых 14-ядерных Xeon. Сказывается более свежая архитектура Zen на повышенной частоте. Но в любом случае, этот результат сравним лишь с простым 6-ядерным Ryzen 5 5500. Свежий 7500F быстрее на треть. Общие итоги будем подводить в конце, переходим к играм. 3DMark, как всегда, удивляет. Четырехканальный режим работы ОЗУ на 15% быстрее двухканального. Хотя в игровом тесте низкая задержка должна быть важней. При этом результат оказался даже чуть выше, чем у Ryzen 5 7500F. Ну а пара Xeon вообще где-то позади с отставанием на четверть. Начнем с киберпанка. Максимальные настройки графики с трассировкой Full HD и DLSS на ультрапроизводительность, чтоб не упираться в RTX 3080 Ti. Игра отлично знает разницу между режимами работы контроллера памяти и правильно подстраивается. При двухканале грузится только первый кристалл, а при четырехканале физические ядра обоих кристаллов, так как при 12 потоках толку от гипертрейдинга будет мало. В итоге четырехканал оказывается быстрее почти на 10%. Видимо не зря он был выбран по умолчанию в BIOS. Результат 65 FPS по бенчмарку оказывается около народного Ryzen 5 3600, а пара Xeon на 10% позади. 7500 сравнивать бессмысленно, он пробил тут сотню. В тяжелом порте одних из нас на максимальных настройках графики карта вытянула нагрузку без апскейлера. Снова хорошо видна подстройка движка игры под процессор, но здесь он не стесняется использовать гиперпоточность в четырехканальном режиме. В итоге память на авто снова оказывается лучше на 5-7%, но в любом случае кадры уходят за комфортные 70 FPS. Чтобы больше нагрузить процессор, в Forze в 2К ставим DLSS на ультрапроизводительность и низкие настройки графики. Игре абсолютно без разницы на конфигурацию ядер и контроллера памяти, она грузит все потоки подряд и не обращает внимания на многопоточность. В итоге двухканал снова оказался на 5% позади четырехканала, при этом производительность схожа с парой Xeon. Они отстают буквально на пару кадров, выдавая за 130 FPS. Синий Far Cry на Пандоре 2К, высокий DLSS на производительность, это еще одна игра, которая грузит все, что видит. Приятно наблюдать ровную нагрузку всех 24 потоков. И даже в таком режиме 2 плюс 2 канала снова отстают почти на 10% от честного четырехканала. Удивительно, но старенький первый Zen в свежей игрушке способен отрисовать под сотню FPS. Он почти загрузил работой быструю RTX 3080 Ti. Второй Hellblade, те же 1440p на высоких с Ultra DLSS. Поехавший Sheptoon тоже заставляет работать все доступные потоки, но в двухканальном режиме контроллера памяти старается грузить только один кристалл. В среднем четырехканал все равно немного быстрее, при этом можно рассчитывать на стабильные 60 FPS. В свое время Total War 3 в тесте двух Xeon удивил способностью нагрузить все 56 потоков. Но даже здесь более свежие 12 ядер Zen на 4 ГГц оказались как минимум на том же уровне. Двухканал традиционно немного отстает, но в любом случае процессор способен отрисовать за 200 FPS. В побеге из Таркова ожидать нагрузку даже на половину потоков процессора не стоит. Движок, разумеется, не различает режимы работы контроллера памяти. Кадры колеблются около 60-70. Легкие задержки до 20 миллисекунд на фрейм тайме играть не мешают. Пара Xeon'ов выдали схожий результат. И под конец игрушек немного киберспорта, уже только в победившем 4-х канале. Разработчики Тундры живут в нулевых, игра долбится в одно ядро, но все равно кадры далеко за сотню. Поэтому играть можно без проблем. В картошке FPS тоже максимально приятный, к тому же игра неплохо параллелится на 24 потока. Так что гонять даже на быстром танке будет комфортно. Второй КС в шаге от упора в одно ядро, но все-таки раскидывание на десяток потоков есть. И получить сотню FPS тут можно даже на высоких настройках графики. Ну и в Доте, конечно же, тоже никаких проблем. Худо-бедно кокосы пытаются грузиться, но по классике первому достается больше всех. В любом случае, сотка кадров есть, киберспортсмены будут довольны. Вот чем я люблю тесты таких необычных железок. С ними теория частенько расходится с практикой. Локальный двухканал Numa теоретически должен быть лучше в играх благодаря более низким задержкам ОЗУ. Но за 7 лет существования чиплетных Ryzen AMD и игроделы настолько хорошо адаптировали свои движки, что на первое место выходит высокая пропускная способность в честном четырехканальном UMA-режиме. Буквально во всех протестированных играх двухканал в аутсайдерах. А с учетом его отставания в рабочих задачах нет никакого смысла отключать четырехканал, который выбран в биос по умолчанию. В целом, такое чудо инженерной мысли сейчас нет никакого смысла покупать. За 7 лет красные нехило прокачали архитектуру, и сейчас 200-ваттный 12-ядерный монстр из прошлого за очень дорого в рабочих задачах оказывается всего лишь на уровне простейшего шестиядерного Ryzen 7500F с потреблением меньше сотки. Ну, погрустный однопоток у первого Zen не позволяет потоконаризателю на равных соревноваться с современными чипами в играх. Его результат в среднем где-то на уровне шестиядерного народного процессора на M4. В противостоянии с парой Xeon перевес тоже не на стороне AMD. Как ни крути, 56 потоков, пусть и на более низких частотах, и в старой архитектуре оказываются в полтора раза быстрее при сравнимом потреблении. Да, у риперов будет бодрее одноканал, но во многих рабочих задачах это не решает. Да и в играх отрыв хай-энд ряженки от серверников минимален. Так что этот здоровенный процессор, в отличие от Xeon, не прошел проверку временем. В свое время он был топом для игр на максималках и для серьезных рабочих задач, но отсутствие на рынке дешевых плат и тепловыделения, как у портативного утюга, ставит на нем крест. Вот такой простой комплект на Ryzen 5 7500F вместе с недорогой материнкой за те же деньги оказывается лучше практически везде, особенно в играх. К тому же у него хотя бы есть будущее. Этот Threadripper отличный представитель своей эпохи, когда AMD перевернула рынок десктопов чиплетными процессорами. Но пыльный хай-энд, в отличие от своих постоянно дешевеющих десктопных собратьев, так и остался слишком дорогим. Очередная диковинка, не стоящая своих денег. В общем, этот камень отправится на полочку истории. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. В описании ссылочка на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал, где мы ежедневно с вами обсуждаем самые интересные IT-новости. Жду вас в комментариях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok